привет друзья с вами варчик и в этом видео хочу вам показать на карте эрангель кучу всяких мест куда можно залезть с помощью паркура я посмотрел на ю тубе люди показывают там по пару подсадочек каких-то там и все там типа ой какие классные моменты позиции просто шок смотрите это просто капец на самом деле так посмотрел думаю блин серьезно там пару подсадочек куда-то залез все это так мало да да я сам за полчаса найду двадцать раз больше и полазил я немного там буквально полдня и нашел для вас целую кучу двадцатиминутную практически мест куда можно залезть и это далеко даже не половина очень много мест куда можно залезть начнем мы с моста а точнее заправки возле моста здесь можно полазить через забор по залазить на контейнеры и в принципе для того чтобы залезть на забор нужно сначала на такой вот небольшой бордюрчик подпрыгнуть между плитами и потом можно залезть на забор или через него также здесь можно еще над проходами по залазить во всякие такие вот места с небольшими крышами ну и в целом залазить несложно намного легче чем раньше в окна сейчас тоже легко запрыгивать просто прыгаешь и она сама запрыгивает а что касаемо паркура то вот допустим в этом моменте на крыше просто нажимая кнопку паркура вы сюда не залезете но если вы нажмете с кнопкой паркура кнопку вперед то вы нажимая одновременно эти кнопки сразу залезете на эту крышу и пользоваться нужно часто таким вот способом нажимая одновременно две кнопки я у себя в настройках поставил одну кнопку на прыжок ну там нельзя разделить так именно просто прыжок там получается одна кнопка на мышке у меня стоит прыжок с паркуром а на пробеле просто прыжок и таким образом я могу четко прыгать или делать паркур отдельно когда мне это нужно и вам рекомендую так сделать поставить на разные удобные кнопки также здесь еще можно на маяке залезть можно на мосту через эти поручни перелазить если кто не знал я тут немножко под застрял но в принципе это не беда также еще можно бегать по этим поручням но единственное что когда вы бежите немножко можно оттуда свалиться поэтому надо внимательно это все делать также на мосту есть два места куда можно залезть на самый верх здесь конечно в этом месте тоже можно залезть но мне тут немного человек мешает я тут него немножко постреляю попаду в него но и он там честно говоря я хотел его убить но он сам сдох даже не спрашивайте как он сам себя там завалил поэтому я пошел еще с другой стороны вам показывать что здесь тоже можно залезть наверх и на самом верху здесь такая вот уловка есть я вам ее сейчас покажу сначала когда вы хотите залезть наверх вы подумайте аляте какая большая текстура я по ней зайду на самом деле там нет текстуры она нарисована но она не не материальная просто насквозь вы упадете и все поэтому когда вы сюда залазите вам придется перепрыгнуть этот уголок и там дальше уже все нормально вы можете здесь бегать прыгать ложится садиться в общем делайте засаду в такой позе в которой вам нравится это принципе хорошо мы это поняли усвоили отсюда можно еще спрыгнуть не теряя хп ну все отлично далее на карте все видно где я заложу поэтому все четко залазим здесь вот на крышу тоже тут можно побегать попрыгать можно как-нибудь врага застать врасплох в принципе здесь в игре уже побегал я так на глаз уже могу сразу определить где можно залезть где нельзя залезть а поначалу я честно говоря не занимался таким я бегал лутался там выглядывал врагов стрелялся и как-то на паркур честно говоря уделял выделял на него очень мало времени а оказывается тут можно лазить буквально везде тут по домам по крышам все везде перелазится перепрыгивается просто жестяк и те люди которые вам показывают в видосе как там две с половиной какие-то там паркурные подсадочки пересадочки не верьте им что они там вам показывают это какая-то дичь на самом деле тут практически в каждой деревушке где есть несколько домов хотя бы на один дом можно залезть точно тут практически нету места где нельзя было бы куда-нибудь залезть тут куча ящиков и везде заборов и принципе если даже нельзя залезть то можно на машине приехать поставить машину и на машине залезть так что в пубге раздолье для всяких подсадок просто бесконечно можно куда угодно залезть было бы желание и время на это все тратить поскольку залазить то она конечно прикольно но принесет ли вам это фраги или принесет ли вам это победу это уже другой разговор поэтому нужно все это использовать с умом с головой и в нужный момент они просто так когда угодно дальше передвигаемся в другую деревушку здесь тоже все залазится все лазится очень просто таких вот домиков с такими ящичками очень много можно перепрыгать с крыши на крышу ну и принципе все тут такой вот интересный человек попался просто интересный замечательный человек ехал мимо меня на баги я начал в него стрелять я не понял то ли он вышел лег в траву потом я понял что в траве никого нет и он начал катиться назад и угадайте где же этот человек а он сидит ну видимо от стрельбы потерял сознание там или сердце остановилась я не знаю ну короче аминь ну здесь тоже есть куда полазить тут забор интересный с одной стороны он не залазится с другой залазится ну и здесь все просто паркурчик и полетели по крышам бегать все очень легко но это единственная крыша куда можно залезть чисто шот перепрыгнуть на соседнюю и все на остальные крыши в этой деревушке залезть ну не получилось далее перемещаемся в другую все это тут у нас тут возле починок происходит через один бугор и одно поле здесь тоже можно на две крыши залезть на одну и сейчас на вторую такая же с контейнерами этими красными как и в соседней деревушке тут тоже можно залезть на крышу и ждать врагов или чего вы там с ними собираетесь делать перемещаемся дальше в соседнюю деревушку тут все по деревням раскидана здесь тоже легко можно залезть по этим синим стеллажам каким-то залазим принципе все мы на крыше здесь вот кто не знал можно на вазик сзади на колесо запрыгивать в этом доме сидит враг я пока он там сидел я искал место где тут можно залезть не нашел но думаю ну ладно не нашел залезу через машину я же вам говорил что можно через машину залазить вот показано далее соседний дом с этим чуваком тут тоже очень легко можно залезть самое интересное что залезть можно практически куда угодно очень мало домов куда можно когда куда нельзя залезть но беда в том что временно эти всякие паркур и залази не никто в игре особо не тратит и никто не проверяет куда можно залезть все занятые стрельбой и лутанием и так далее но когда ты уже знаешь где и куда залазить то ты уже будешь иногда этим пользоваться но мало кто тратит на это время чтобы найти такое место вот я побегал буквально полдня и я нашел миллион мест куда можно залезть и я уверен еще две или в два или в три раза больше этих всех мест только на одном карте иран или там еще на миромаре на она полностью все в этих всяких подсадках но это короче игра про паркур в общем здесь вот тоже возле рожка можно полазить по крышам везде по залазить тут какой-то кривой паркур наискосочек получился не знаю почему так но в принципе здесь все было легко а вот следующие некоторые подсадки будут сложные например вот это очень сложно я на ней долбился буквально очень долго это так вот с первого раза это видно кажется что легко а там на самом деле чуть-чуть не так вот расстояние не такое все она не полезла и вот это вот место реально сложно залазиться там не во первых плохо видно куда ты лезешь а во вторых там как-то тяжело не хочет немного наискосок она залезла так в принципе четко как-то тяжеловато но все остальные посадки паркурные они в принципе легкие и пользоваться ими легко есть который просто нажимаешь кнопку паркур а иногда приходится просто вместе с кнопкой паркур нажимать вперед и в принципе все делов особо не ну никаких просто две кнопки одновременно нажать я думаю это не сложно но вот в том месте реально было сложно там решает не только то что надо нажать две кнопки там еще и надо как-то четко так до миллиметра вымерять расстояние когда нажимать эти две кнопки еще тут возле починок куча всяких мест куда можно залезть но это вообще просто тут по сену догадаться что сюда залезть очень легко ну и принципе это дом редко наверно когда будет использоваться потому что что на нем делать вот такой незащищенный какой-то посередине маленький здесь возле школы есть такой вот дом возле дороги и можно на второй этаж залезть через такую вот деревянную крышу над дверью далее перемещаемся уже ближе к ясной поляне и здесь через поле тоже такая вот кучка домиков и здесь можно залезть на крышу и посмотреть как чел умирает в машине ну а шо и тут еще делать кроме как смотреть как люди машинах умирать ну и куда же без домика мы его с лёхой называем имба кто-то называет домик у бабушки как хотите называйте это здесь тоже можно залезть я сюда залазил очень давно на на еще год назад здесь было легко догадаться что сюда можно залезть тем более когда минут десять здесь сидишь заняться нечем поэтому начинаешь лазить а вот следующее принципе не сильно тут далеко мы отошли в соседнюю деревушку здесь сложновато будет залазить почему потому что с одной стороны вот я залез на этот грузовичок потом запрыгнул на заборчик и пошел дальше лазить там в принципе здесь кажется что что ничего сложного сложность в том что с другой стороны если вы будете находиться то вы сюда не залезете казалось бы что тут залазить вон забор да лезь бери но когда ты залазишь тебя отталкивает от заборчика и ты не можешь там пролезть с одной стороны было легко залазить а с другой вообще не получилось поэтому в этом вся сложность что только с одной стороны получается так же тут пока я перемещался в ферму еще набежали всякие люди и мешает мне тут смотреть где же на мои места с паркуром ну что пришлось их убивать интересные конечно тут люди за гранатами воюют следующий тут нагибаторы сейчас в голову будут получать я конечно много людей понаубивал и даже там топовые места занимал почти побеждал но у меня лута почти никогда никакого не было потому что я бегал пробовал куда залазить особо не лутался даже лень было в дома заходить просто бегал тут вокруг да около смотрел куда залезть на эти домики еще можно с одной стороны дороги и с другой возле этих пещер залазить очень легко тут принципе если рашишь дом может это пригодится ну и последнее в самом конце мы будем уже ближе к ферме передвигаться и там на ферме просто жестяк вот это еще сложная посадка здесь я прыгал очень долго еле-еле там оно как-то залезло кстати говоря вот этот дом он какой-то вообще жесть отсюда смотреть кто где куда идет очень хорошо и все четко видно так мы перемещаемся уже ближе к другому мосту и здесь вот на такой домик маленький можно залезть и на соседний домик тоже залезть можно не знаю зачем это надо но вот можно и все когда-нибудь пригодится мало ли где вас найдут или враги будут рашить или еще что или зона упадет кстати на вот сюда вот тоже вот на дверью можно залазить я кстати не знал я залазил сюда наверх по заборчику не знал шум 90 здесь залезть у так от просто над дверью я залазил обычно вот здесь вот по забору ну в принципе буду знать что можно из другой стороны залезть Ну и добрались мы до фермы На ферме тут просто жесть Просто жестяк Это просто Посмотрите на карте на ферму И все что вы видите на ферме Можно залезть везде Это прям рай для паркуристов Просто паркур ленд Начинаем мы с самого безобидного Контейнеры на них можно залезть И потом начинается через машинку На забор И понеслась тут на один дом На дом залезли На один С дома мы уже замечаем что там вот есть Какая то вот такая вот подставка Интересная мы на нее тоже залезем Сейчас Также по этому забору Можно залезть на Такую вот башенку И поиграться в тавер дефенс Здесь тоже прикольно Интересно эти щели наверное простреливаться И можно в них наверное получать Но они благо не сильно большие Также через этот заборчик Можно залезть на всю ту же синюю Темно-синюю крышу И с нее можно запрыгнуть Вот сюда И здесь тоже можно тусоваться И враги будут в шоке Если вы здесь Начнете в них стрелять Я сам был в шоке Сюда залезть Тут везде можно залезть Сейчас мы еще на большой дом залезем Сейчас мы залезем везде Кстати говоря Эти все места Куда можно залезть Они немного меняются Вот видите то место Куда сейчас я залажу Вот здесь вот на заборчике Недавно я пробовал залезть И они что-то сделали с заборчиком Пришлось его обходить с правой стороны Так что будьте внимательны На тот момент Когда я залазил Забор был один А когда вышел микропатч На заборчике Нельзя было ходить Оттуда невидимая текстура Меня выталкивала Но сюда все равно Можно залезть В том же самом месте Только там Чуть-чуть сбоку забор Надо обпрыгнуть И все Ну конечно Я не думал Что микропатчи В пубге Которые по 30 мегабайт Они настолько жестко Все ломают И это просто капец Казалось бы Какой-то микропатч Че они там в нем добавляют Жесть Также можно сюда Возле ангара Залезть на крышу Дальше никуда Оно не полезло Но в принципе И здесь Тоже можно засесть И получить в лицо Успешно Возле красного домика Есть такая вот будка На нее тоже Можно залезть На эту антенну Тоже можно сесть Тут в кусту В принципе ничего не видно По крайней мере Мне из него точно Ничего не видно Меня может и видно Но не сильно Кстати вот этот Маленький выступ Над дверью Он Насквозь пролетел И Ну А зачем туда текстурку Добавлять Если можно не добавлять Также тут Еще соседние дома На ферме Тоже все Залазится Здесь через ящичек Можно запрыгнуть И Полезть выше На самый верх Я первый раз Кстати не понял Тут не получилось Залезть И в эту дырку Тоже Но кстати Если подойти То с краюшку На эту крышу Залазить В принципе Что мы сейчас и видим Интересный конечно Паркур Правой рукой Об воздух Оперлись И полезли Но Залезть сюда Можно В принципе Крыша интересная С разных сторон Она прикрывает Ну И В целом Все Полазили мы Везде Где могли Это еще Не все Далеко позиции Которые Можно было найти Это В центре Карты Все что я нашел За пол дня Если еще Потратить на это Пару дней То я думаю Можно еще В два раза больше Позиции найти С вами был Варчик Подписывайтесь На мой второй канал Там проходят Стримы По танкам По пубгам По новым играм Ссылка в описании Если вам такое Видео понравилось И вы хотите Продолжение По карте Эрангель И еще хотите Новые карты Мирамар И санок То смотрите Лайкайте Пишите комментарии Всем пока И удачи Играйте Красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok